Кто же из девчонок не играл в детстве в куклы? Уверена, что все. Однако есть люди, у которых любовь к этим милым игрушкам осталась на всю жизнь. Татьяна Потапенко никогда не покупает кукол в магазине. Она создает их собственными руками. Вкладывает в каждую из них частичку души и наделяет особым характером. Рукоделием, а именно шитьем кукол, Татьяна занимается столько, сколько себя помнит. А любовь к такому виду творчества девушке передала мама. Наблюдая, как мама за швейной машинкой что-то там создает, я, естественно, тоже стремилась что-то своими малюсенькими ручками наметать, подшить. Нитки, катушки, всякие вот такие вот пуговки. В принципе, в детстве вот это была моя любимая игра. Разглаживать все по цветам, перебирать. Мы с девочками, с подружками сидели или на улице на лавочках, или дома у кого-то соберемся в компании. Шили куклам вещи. А шили куклам вещи из лоскутков. Татьяна Потапенко создает кукол, которые вряд ли кого-нибудь оставят равнодушными. Столько фантазий, идей, неожиданных сочетаний ткани и цвета. А необычные формы таких милашек добавляют море мимишности. Все они очень нежные, такие разные, с неимоверными прическами. Яркие платьицы, симпатичные ботиночки, юбочки, штанишки, кофточки. Кстати, по специальности Татьяна парикмахер-модельер. И эти навыки ей очень пригодились при изготовлении очередной ее крохи. Одна девочка заказывала мне куколку на день рождения своей доченьки, на годик. И она говорит, у меня будет к вам такая необычная пози, погодит. И я, когда была беременная, я обрезала свои волосы, хвост. И у меня остался кусок волос, можно будет куколку сделать со своими волосами. Так как я училась на парикмахера, я умею вести тресы, я думаю, да, вопрос, можно сделать. Спила тресы, и прекрасная куколка получилась. И для меня она, наверное, на данный момент очень ценная. У каждой такой игрушки не только своя история, но и особая технология изготовления. Для своих кукол Татьяна разработала авторские выкройки. Вот эта куколка сделана по основе куколки большеножки. Это когда у куколок большие ножки. Но сейчас я уже перекроила, что ножичка маленькая. А вот эта, получается, куколка, это куколка по основе головки. Эти куклы – настоящее произведение искусства. Они требуют кропотливой работы и нередко дорогих материалов. Чаще всего их покупают для украшения интерьера, подарков и коллекции. Поэтому здесь особо важна не цена, а ценность. Не мода, а индивидуальность. Я уже с заказчиком, чтобы именно понять, что хочет именно конкретно для той или иной девочки. Потому что у каждого свои какие-то, как сказать, предназначения. Одна идет в подарок, другая идет в благодарность, другая там просто подарить без повода для хорошего человека. Почему-то нет. Каждая кукла Татьяны в единственном экземпляре. А душа, вложенная мастером в свою работу, делает эти создания уникальными и одухотворенными. Тот, кто хоть раз почувствовал энергетику кукол ручной работы, навсегда останется их поклонником. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok